Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваша» информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. Старшие по деревне. В Чувашии официально вводят должность старосты. Сварят что угодно. В Чувашии прошел конкурс профессионального мастерства среди сварщиков. Не критиковать, а предлагать. В Чебоксарах создаются инициативные группы граждан для корректировки работы общественного транспорта. Сегодня день Конституции России. Основной закон в ныне действующей редакции приняли ровно 25 лет назад. Всего же в нашей стране было пять Конституций. Четыре в советское время и современное, принятое в 1993 году. 25-летию основного закона посвящен прием в Кремле по приглашению президента России. В нем принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он также провел в Москве ряд рабочих встреч. И уже по традиции в день Конституции в России проводят прием граждан. Руководители министерства и ведомств принимали прямо на рабочих местах. Попасть к ним можно было без записи. Без записи к министру. Чтобы пройти, предъявить паспорт. 101-й кабинет на первом этаже. Общественный прием написан там. Понял. Можете проходить. К министру здравоохранения из года в год в дни приема выстраивается очередь. Вот у меня возникли вопросы. Я явился к Викторову. У меня пара вопросов к нему. И личного характера, и общественного. Мы можем свою волю изъявить, просить, требовать. В общем, хороший день. За разъяснениями приехал в Минстрой Анатолий Смелов. В его деревне яро-косы, что в Маргаушском районе мусорных контейнеров нет. Мусор не вывозят, а счета приходят с завидным постоянством. Много. Это целая фура, можно сказать. Мусора. Столько продукции ты, наверное, не соберешь. 15 кубов. Я не согласен с этим количеством, объемом. И тарифами получается очень много. Для моей семьи это почти 7 тысяч заплатить надо в течение года. У меня в семье 7 человек. Получая 66 тысяч в год зарплату, грубо говоря. Я опекун, 5500 мне платят. А больше я не имею права работать. Где реально мусор не вывозится, жителям сделают перерасчет. А в некоторых населенных пунктах пока организуют вывоз по определенным дням и часам. По контейнерным площадкам. Сейчас перед всеми администрациями, с учетом того, что места будут определены, сейчас поручение дано, чтобы они оборудовали эти площадки за счет средств местного бюджета. Органы местного управления это должны сделать. В части оснащения контейнерами мы сейчас собираем данные, чтобы помочь это сделать за счет средств республики. Кроме того, сейчас услуга вывоза мусора входит в коммунальные платежи. И можно подать документы на государственные субсидии. За помощью в обустройстве спортивной площадки в своей деревне приехал Валерий Михайлов. До ближайшей школы со спортзалом от Нижних Хачиков 3 километра. Мы хотим футбольную, баскетбольную площадку сделать. Вот здесь магазин, тут этот самый переулок. Вот здесь хотим сперва мост сделать сюда, а вот сюда площадку хотим мы сделать. Тут кругом деревья, сосны, ели там. Очень замечательно и для дышать, чтобы хорошо. А на данный момент в деревне ничего такого нет, да? Вот здесь моста нету. Нет, я имею в виду спортивного. Спортивного ничего нет. Эту ситуацию попробуем оценить. Посмотрим там, какие могут быть предложения. Координат вас оставите. И мы с вами буквально в ближайшее время попробуем связаться. Может быть даже с выездом туда, к вам в деревню. Прием у всех руководителей и госслужащих непрерывно с 12 дня до 8 вечера. Все собранные за день предложения, просьбы, жалобы, личные и телефонные передадут в управление президента России по обращению граждан. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. В деревнях и селах Чувашии возрождается общественный институт «Старост». Законопроект, связанный с их деятельностью и статусом, сегодня рассмотрели на заседании Кабинета министров. В деревнях старосты были всегда, но законодательно назначаются впервые. Этот общественный институт самый близкий к народу. Старосты всегда на передовой в решении сельских проблем. Для Чувашской Республики это значимый институт. Мы говорили, что уже на общественных началах, населенных пунктах Чувашской Республики работают более 1700 старост. Данный законопроект разработан также в связи с изменениями 83-го федерального закона от 18 апреля 2018 года. Соответственно, предусматривается изменение в закон Чувашской Республики номер 55 в части организации взаимодействия органов местного самоправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения. Для старост планируется установить определенные права. Например, на прием в первоочередном порядке. Право на получение информации, необходимой для работы, в том числе и по обеспечению безопасности жителей населенного пункта. Право по направлению обращений граждан в органы местного самоправления. Для них предусмотрено специальное удостоверение. Старосты смогут пользоваться определенными льготами. В местных бюджетах надо будет заложить на это средства, либо предусмотреть другие варианты финансирования. Законопроект прошел общественное обсуждение и одобрен кабинетом министров Чувашии. С 1 января 2019 года увеличивается ставка НДС с 18 до 20%. Повышаются и тарифы ЖКХ. С нового года все тарифы за жилищно-коммунальные услуги увеличатся на 1,7%. Такой индекс установлен правительством России. В Чувашии пока утверждены только цены на газ. После повышения ставки НДС голубое топливо для населения подорожает на 9 копеек и 1 кубометр будет стоить 5 рублей 62 копейки. Для тех, у кого не установлены дома приборы учета газа, месячная оплата на одного человека составит 67 рублей 44 копейки. Тарифы на отопление, электроэнергию, воду, вывоз, ТКО в республике сейчас согласовываются в профильных ведомствах. В Чебоксарах создаются инициативные группы по выработке предложений и улучшению транспортного обслуживания населения. С 1 декабря в столице Чувашии изменены схемы движения 14 маршрутов. Перевозки осуществляются на новых автобусах средней и большой вместимости. Уже стало понятно, что некоторые моменты нуждаются в корректировке. На одной из встреч с чебоксарцами сити-менеджер Алексей Ладоков выразил готовность подключить жителей к решению этих вопросов. Завтра, 13 декабря, инициативные группы горожан приглашаются на обсуждение, которое начнется в 17 часов одновременно в трех районных администрациях. 14 декабря состоится открытие второй очереди реконструкции Московского моста в Чебоксарах. Напомню, работы проводились в рамках указа президента России о праздновании столетия Чувашии и 550-летия ее столицы. Московский мост введен в эксплуатацию в 1966 году. В конце 2015-го началась его масштабная реконструкция. Год назад, 24 июня, была сдана первая очередь. Сегодня Московский мост превратился в современное сооружение, которое выдерживает заметно большую нагрузку, чем прежде. Шестиполосное движение разгрузит транспортную обстановку и поможет снизить аварийность на этом участке, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Стоимость всех работ по контракту составила полтора миллиарда рублей. Миллиард сто миллионов из которых поступили из федерального бюджета. В полную силу Московский мост заработает с 14 декабря. Убивали бездомных собак. Компания «Эко» отлавливала животных в Новочебоксарске и вместо того, чтобы заниматься передержкой, просто уничтожала их. Антигуманную и противозаконную практику пресек Ленинский районный суд. Еще в августе этого года администрация Новочебоксарска заключила муниципальный контракт с компанией «Эко» на отлов, перевозку, временное содержание в пункте передержки. В контракте была оговорена и утилизация безнадзорных животных. Но если они представляли особую угрозу и вели себя агрессивно. Как показала проверка прокуратуры, эта организация даже не могла предоставить условия для временного содержания. Оказалось, животных просто убивали на месте. В период с августа по сентябрь 2018 года во исполнение данного муниципального контракта обществом отловлено 74 голов собак, которые в последующем были умершлены на месте их обнаружения без помещения их в Центр временного содержания. В связи с тем, что у данной организации отсутствовал указанный центр. По данному факту прокуратура Ленинского района обратилась в Ленинский районный суд с исковым заявлением о признании деятельности общества с ограниченной ответственностью по отлову содержания и утилизации безнадзорных животных незаконной и просила обязать общество прекратить указанную деятельность до момента устранения нарушений федерального законодательства, то есть до обустройства пункта временного содержания безнадзорных животных. Организацию ЭКО еще проверят и по факту жестокого обращения с животными. Многодетная семья Тимофеевых из Маргаушского района справила новоселье. О том, как им удалось решить жилищный вопрос, в нашем материале. Александр Тимофеев первых гостей встречает с нетерпением. Большое семейство только что переехало из маленького дома в просторную квартиру. Можно пройти? Конечно. Добро пожаловать. Детская гостиная, спальня, свое жизненное пространство теперь есть у каждого члена семьи. Плюс к этому кухня, туалетная и ванные комнаты. Александр Тимофеев воспитывает четверых детей один. Мать их бросила. Два направления было. Работа по материнскому капиталу, чтобы оформить, получается, на главу семейства. А он был оформлен на мать. Это одно направление. Второе направление, то есть недоставало средства. Не хватало средств, порядка 300 с небольшим тысяч рублей. Помощь в приобретении жилья оказали два фонда. Поддержки социальных и культурных программ и Российский детский фонд. Глава большой семьи еще только привыкает к новой квартире в селе Юськоси. Конечно, не верила, что это все произойдет. Ну, а потом все закрутилось. Условия хорошие. И детям нравится, и им, потому что недалеко отсюда идти в школу. Три минуты. Раньше младшие Света, Леша и Надя, каждый день ездили четыре километра на автобусе в школу. В деревне у Тимофеевых остался старый дом и живность. Что с этим делать, глава семейства уже решил продать и сделать хороший ремонт в квартире. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика. В столице Чувашия прошел конкурс профессионального мастерства среди сварщиков и их наставников. Чья команда победила, расскажет Юлия Важенина. Не просто сварить деталь, но и показать работу в команде. Такая задача стояла перед участниками конкурса. Причем в тандеме работали ученики и их наставники. Мы будем оценивать по мировым стандартам. Очень много критерий. Все швы, которые есть на этой конструкции, это сварных соединений, тавровые, стыковые, они прописаны у нас. Установлены баллы, которые максимально можно набрать 25 баллов. Будем учитывать время сварки практикантам, сваркой наставникам и качество зачистки. Конкурс такого формата проходит в Чебоксарах во второй раз и количество участников увеличилось. В этом году за звание лучших в своем деле сражались 10 команд. Мой ученик сваривает конструкцию. Я наблюдаю за этим, подсказываю в случае чего, чтобы плохо не сварил. Задача несложная, но для практикантов, я думаю, сложная, потому что конструкция первого класса идет. Владислав Волынов, как и все наставники, сварщик завода «Промтрактор». Его ученик – студент третьего курса Чебоксарского электромеханического колледжа. Я решил принять участие в конкурсе, чтобы попробовать свои способности. Как бы можно повысить свою квалификацию. Но сварить надо, получается, емкость, которая будет проверяться под давлением. Просто надо настроить нормальный аппарат. И все зависит в основном от способностей самого сварщика. В итоге команда Владислава и Виктора стала бронзовым призером конкурса. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Гуру российского маунтинбайка, заслуженный тренер и профессор Владимир Краснов в этом году отмечает юбилей. С 70-летием его поздравляли близкие, друзья и коллеги. Любовь к профессии угадывается в деталях. Строгий костюм, голубая рубашка и галстук с велогонщиками. Владимир Николаевич ездить на велосипеде мечтал с детства. На своего первого железного коня заработал сам, когда еще учился в школе. После института работал тренером по шоссейным гонкам. Но когда впервые увидел соревнования по маунтинбайку, все изменилось. И в Советском Союзе, и в России вообще незнакомый вид спорта был. И понял, что это очень интересный вид спорта, очень полезный для молодежи, для спортсменов. И вообще, можно сказать, на сегодня он основатель маунтинбайка не только Чувашии в нашей республике, но и в России. И я, и мы все уроженцы Комсомольского района радуемся и гордимся, что он наш замечательный земляк. Главная гордость тренера – его подопечные. Среди них чемпионки СССР и России, летних универсиад. Под руководством Владимира Краснова Ирина Калентьева стала двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпийских игр. Владимир Николаевич – автор книг по теории маунтинбайка. Недавно выпустил восьмую. Книгу обычно пишут и после тренировок, в вечернее время. И занимает достаточно много времени. И поэтому уходит по-разному. Эту книгу писал где-то три года. Пока шел, у нас экспериментальная работа шла. И вот тоже здесь положено. Книга чисто научная, научно-методического плана. Новые методики подготовки спортсменов высокого класса. В свои 70 заканчивать тренерскую карьеру Владимир Краснов не собирается. Он намерен долго гнать велосипед. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах осветили обновленную часовню равноапостольных Константина и Елены по проспекту Мира. Церемонию провел митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. Часовню по проспекту Мира построили по инициативе и наличные средства заместителя главы города Чебоксара, генерального директора компании «Объединенное железнодорожное хозяйство» Виктора Горбунова. В 2014 году заложили фундамент. В мае 2015 года была готова центральная часть с куполом. А теперь пристрой, или по церковной терминологии, предел западной части. Технология и проект этой часовни, строительная часть, она спроектирована таким образом, что мы будем поэтапно нашу часовню превращать в маленький храм. Следующий, третий этап обустройства этой часовни – это алтарь, который мы планируем в следующее лето выстроить. Проект часовни согласован с главным архитектором города и митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. Часовня построена, и она будет стоять долго. И люди будут приходить сюда, молиться здесь и поминать тех людей добрым словом и молитвой, кто постарался построить эту часовню. Глава столицы Чувашии Евгений Кадышев и депутат городского собрания в этом округе Наталья Ванеркина отметили. С просьбой построить церковь или часовню часто обращались избиратели района. Не каждый год даже у нас открывается церковь новая. Здесь нет поблизости такого места, куда можно спокойно в шаговой доступности прийти, стоять, помолиться. Очень приятно, что сегодня была освящена вторая часть к храму, к будущему храму. Местные жители уже могут приходить на службу, посещать этот храм. Службу для прихожан проводят каждый четверг. Мы все так рады, что у нас в нашем микрорайоне построена вот такая церковь. Я хожу в наш собор новомучеников, это на тракторе строителей, но там очень суетно, там очень много людей. А вот здесь вот так тихо, так по-домашнему, эта церковь построена с такой любовью. Здесь каждая иконочка вот такая вот, одноподаренная хорошими людьми. В дар часовни икону передал и владыка Варнава. Это все новости среды 12 декабря. Я прощаюсь с вами до завтра.